Бобруйский отдел Департамента охраны круглосуточно на страже правопорядка. Квартиры, дома, гаражи, магазины, предприятия, офисы, школы – под пристальным вниманием сотрудников более 8 тысяч гос- и частных объектов. По результатам работы прошлого года коллектив лучше в Могилёвской области. Этим результатом помогла кропотливая работа всего отдела. Мы за 23-й год заняли лидирующие позиции по физподготовке. Наша сборная заняла первое место по самообороне. Сборная по футболу, соответственно, стала чемпионом у города Бобруйска и области. В минувшем году в регионе не было допущено ни одной кражи сохраняемых объектов. При этом за 365 дней городские наряды групп задержания выезжали на места более 10 тысяч раз. При этом раскрыто почти 50 преступлений. Отличные результаты возможны только благодаря полной самоотдаче. Ежедневно сотрудники доводят до совершенства навыки стрельбы. Занятия помогают более уверенно чувствовать себя при выполнении поставленных задач по охране общественного порядка. Автомат Калашникова, пистолет Макарова несут службу наравне с людьми. Закончил службу в ноябре во внутренних войсках и решил дальше продолжить свой путь в Бобруйском департаменте охраны. Сейчас занимаюсь, прохожу стажировку по месту службы. Очень доволен. Каждый день проходят тренировки. Командиры, наставники с каждым днём повышают и повышают мой уровень и качество выполняемых приёмов. Поэтому в дальнейшем собираюсь продолжать службу именно здесь. В интерактивном зале вместо нарушителя закона мишень на экране. В реальности всё совершенно иначе. Буквально месяц назад наряд Бобруйского отдела департамента охраны прошёл проверку на прочность. Лицом к лицу правоохранители встретились с агрессивно настроенным мужчиной с ножом в руках. Злоумышленник угрожал прохожим, повреждал машины. Требования сотрудников бросить нож на землю игнорировал. Буду проявлять оружие! Брось нож! Брось нож! Дебошира не остановил предупредительный выстрел в воздух. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не высокий профессионализм. Милиционерам пришлось применить огнестрельное оружие. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Уже изначально, когда двигались на место происшествия, в голове проворачивали разные ситуации. Как будем действовать, страховать друг друга. Когда прибыли гражданин, сразу же всё внимание перевёл на нас. Нас готовили к этому. С самого начала, когда обучали в Гранях, говорили, что выезжайте на каждую сработку, как на боевую задачу. Поэтому страха особо не было. Надёжность, безопасность и профессионализм – такие резонансные случаи подтверждают. Случайных людей в отделе департамента охраны не бывает. Работа опасная, требует железной выдержки. Но каждый сотрудник на 100% готов к выполнению поставленных задач. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.